Культура достоинства Культура достоинства Культура достоинства Пандемия внесла корректировки в работу и в реализацию нашего проекта. Мы вынуждены встречаться, к сожалению, онлайн, хотя у нас была запланирована оффлайн-конференция большая, как раз она должна была пройти в Архангельске как раз в сентябре этого года. Но поскольку собраться мы очно не можем, поэтому мы решили провести такую онлайн-конференцию, которая длится у нас фактически целый месяц и в рамках которой мы рассказываем о тех лучших практиках, которые есть у нас в регионах. До этого уже прошли встречи с архангельскими коллегами, с коллегами из Норвегии, из Финляндии, из Ленинградской области. И вот сегодня мы встречаемся, делимся псковским опытом и я с радостью представляю Вячеслава Сукманова, который является директором псковских интеграционных мастерских, который будет сегодня у нас основным спикером и расскажет об опыте интеграционных мастерских как раз по работе с людьми с инвалидностью. Но перед тем, как я предоставлю ему слово, хочу сказать несколько слов еще по регламенту. У нас ведется запись нашей встречи и она будет доступна потом всем участникам, которые зарегистрировались, она будет разослана завтра, все, кто оставил свои электронные адреса. И также мы просим заполнить форму обратной связи после нашей встречи о том, чтобы мы могли понять, насколько была интересна и полезна вам эта информация, для того, чтобы потом мы могли тоже этим воспользоваться. Ну и у нас есть небольшое видео, которое рассказывает о деятельности мастерских, потому что, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я перед началом презентации Вячеслава запущу этот видеоролик. Он буквально трехминутный для того, чтобы вы могли кратко познакомиться с той деятельностью, которую ведут мастерские. Запускаем. А идет или не идет? Ну, почему-то подвис немножко. Звук пошел хорошо. Пошел, да? Да. Сегодня можно смело говорить, что этот псковский адрес по улице Райниса принес городу всероссийскую известность. Здесь посмотрели на инвалидов не так, как было, как сложилось в обществе. Вполне серьезно и подготовлено поставили цель нормализации жизни человека с инвалидностью. Одной из актуальнейших проблем была и остается проблема занятости людей с ментальными нарушениями старше 18 лет. Для решения данного вопроса в 1999 году вскоре были открыты производственные интеграционные мастерские для инвалидов. Это совместный немецко-российский проект, который основан на современном европейском опыте работы и соответствует положениям Конвенции о правах инвалидов, закрепляющей основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Сейчас содержание мастерских лежит на областном бюджете. От 10 до 20% потребностей зарабатывают сами. Мне кажется, важным заострить внимание на двух вещах. Первое – это то, что мастерские, которые были основаны в 1999 году как совместный российско-немецкий проект, получили статус государственного учреждения и интегрированы в систему социальной защиты Российской Федерации. И второе – то, что произошло в 2020 году, мы получили статус регионального ресурсно-методического центра. Для нас это означает то, что более чем 20-летний опыт работы будет распространяться на всей территории нашего региона, на всей территории Псковской области. Мы с коллегами давно сформулировали миссию мастерских. Звучит она как повышение качества жизни и обеспечение равных прав для человека с инвалидностью. Право на образование, право на труд, право на выбор формы досуга, право на нормальную жизнь в обществе. У нас для этого есть достаточно большой инструментарий, но важно сказать то, что все то, что мы делаем, происходит на основе принципа сопровождения. Все технологии, которые мы применяем – сопровождаемое трудоустройство, сопровождаемую дневную занятость и, конечно, сопровождаемое проживание позволяют людям с инвалидностью полноценно жить в обществе. Можно сказать, что мастерские, как опорный пункт регионального ресурсно-методического центра, это не просто учреждение, а скорее модель, которая занимается именно организацией жизнедеятельности, организацией жизнеустройства для человека с инвалидностью. В стенах мастерских родился псковский ангел – сувенир и оберег, который побывал даже на Международной космической станции. Вот это вот тот самый ангел, который побывал на Международной космической станции. Их там побывало две штуки, и у нас есть сертификат, который выдан нашим Роскосмосом. Для нас это было такой мечтой, которая одно время казалась несбыточной – побывать, чтобы наш символ, у которого есть душа, побывал в космосе. Ну вот, мечта осуществилась. Ради такой системы сопровождения от рождения и до конца некоторые семьи с детьми-инвалидами специально переезжают в Псков. Задача мастерских – выстроить такую систему на территории Псковской области, а в будущем – на территории всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И теперь я передаю слово Вячеславу Вячеславовичу Сукманову, который уже более подробно расскажет о деятельности и ответит на вопросы. Я думаю, что вопросы мы, во-первых, можем задавать в чате. Я знаю, что многие при регистрации тоже оставляли свои вопросы. Они у меня есть, я их обязательно задам после того, как будет сделана основная презентация. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Слышно хорошо меня? Да, но не видно пока еще. Имеется в презентации. Презентация еще не запущена, видимо. Видно хорошо. Ну, здорово. Доброе утро, коллеги. В первую очередь хочу сказать спасибо организаторам конференции за такую замечательную возможность нам с вами сегодня встретиться и поговорить, несмотря на все те факторы, которые вмешались в нашу жизнь, не запланированно, такие как пандемия. Но я очень рад тому, что интерес к этой теме есть и с удовольствием расскажу о работе, которая проводится в городе Пскове. Сейчас я запущу презентацию как опору для своего рассказа. И мы с вами начнем. Так. Так. Видно? Да, видно. Так. Моя сегодняшняя презентация посвящена той деятельности, которая проводится в городе Пскове уже на протяжении многих лет. Семен Юрьевич меня представил, но я сделаю это еще раз. Меня зовут Вячеслав Сукманов, и я являюсь руководителем регионального ресурсно-методического центра по работе с людьми с инвалидностью старше 18 лет. Мастерские, о которых пойдет речь сегодня, это наш опорный пункт. Как иногда принято говорить, якорный резидент и та самая начальная ступень, которая позволила систему сопровождения создать в том виде, в котором она создана в городе Пскове на сегодняшний день. То, что проблема занятости, проблема трудоустройства для людей с инвалидностью старше 18 лет актуальна ни для кого не секрет, и для решения этого вопроса в 1999 году в городе Пскове были открыты производственно-интеграционные мастерские. Конвенция ООН о правах инвалидов, которая ратифицирована Российской Федерацией, декларирует достаточно четко право на труд наравне с другими, включая право иметь возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно выбрал или на который свободно согласился на рынке труда. Право на производственную среду, которая носила бы открытый и инклюзивный характер, была доступна, а также выделяется возможность эффективного доступа к программам технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и профессиональному непрерывному обучению. Переход от системы координат, которая можно назвать культурой полезности, к культуре человеческого достоинства, подразумевает последовательный переход от существующих моделей к моделям новым, которые основаны на принципе непрерывного сопровождения. В свою очередь это к чему ведет? Это ведет к разрушению изоляционных барьеров и инклюзии. Это ведет к полноценной жизни человека в обществе. Мы с вами знаем, какие модели применяются. Вот на слайде их можно увидеть. И те модели, которые в перспективе мы видим, как эффективные модели для полноценной жизни человека в обществе. Целью деятельности мастерских, ну так, сухо, казенным языком, является трудовая и социальная реабилитация людей с умственными, психическими и физическими особенностями здоровья, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сопровождении или помощи. Я взял такую выдержку из нашего устава, потому что на сегодняшний день мастерские являются государственным бюджетным учреждением социального обслуживания, полустационарного типа и поставщиком социальных услуг. Если мы поговорим с вами о задачах мастерских, то мы можем их видеть на слайде. В ролике я говорил уже о той миссии, которую мы сформулировали с коллегами. Миссия – это звучит как повышение качества жизни и обеспечение равных прав для людей с инвалидностью. А что нужно делать для того, чтобы эта миссия была реализована? Как это происходит на практике? Вот задачи, которые мы формулируем для своей повседневной деятельности, они перед вами, их можно увидеть. И я надеюсь, что эта презентация сохранится, может быть, кому-то поможет где-то организационно, где-то методически. Иными словами, если говорить о практической деятельности, мы занимаемся не только формированием и развитием трудовых навыков у людей, с инвалидностью, организуем возможность их применения, но и главным образом мы занимаемся восстановлением социального статуса, социальной адаптацией. Для чего? Для того, чтобы человек мог полноценно быть интегрирован в общество. На сегодняшний день мастерские в широком смысле – это модель жизнеустройства для человека. Как я уже говорил, мы являемся поставщиком социальных услуг. И на основе 20-летнего, более чем 20-летнего уже на сегодняшний день опыта работы, можно утверждать, что социальные услуги являются достаточно эффективным инструментом, но в том случае, если они ориентированы на человека и адаптированы относительно его индивидуальных способностей, а также соблюдены основные принципы работы. У каждого человека есть способности. Каждый человек должен иметь возможность для их раскрытия. Человек не является только объектом заботы. Это принципиальная позиция, о которой мы говорим, когда говорим о сопровождении. То есть человек должен получать сопровождение столько, сколько нужно для того, чтобы он мог сам справляться с повседневными своими заботами. И самостоятельность он должен получать столько, сколько возможно. Социальная услуга должна способствовать активному участию человека. Для того, чтобы быть полноценным членом общества, человек должен быть активно вовлечен во все процессы, которые происходят. Социальная услуга должна быть ориентирована на конкретного человека, нести положительный вклад в качество жизни и должна соответствовать возрасту человека и иметь результат. Мы принимаем в мастерские людей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, старше 18 лет, имеющих инвалидность 1, 2, 3 групп. Вот на этой пирамиде можно проследить тот путь, который человек проходит к максимально самостоятельной жизни в социуме. И путь этот включает в себя последовательный набор видов деятельности, для которых отведены направления работы в мастерских. Мы внизу видим доступность, адресность и сопровождение. Это все-таки принципы, по которым происходит работа. Дальше, поднимаясь по ступенькам, мы видим обучение по профессии, об этом я скажу чуть позже, трудовая деятельность, социокультурная деятельность и, как итог, максимально самостоятельная жизнь в социуме. Мы всегда говорим о том, что допустимы только последовательные и планомерные действия, ведущие к улучшению качества жизни человека. Часто кажется, что, открыв какую-то, не знаю, трудовую занятость или запустив процесс производства, можно считать какой-то процесс социализации завершенным. Но в реальности это не так. Процесс фрагментирован и состоит он, как и вся наша жизнь, из нескольких компонентов. Компоненты эти – занятость, свободное время, ну или досуговая деятельность и проживание. Вот когда все три компонента сходятся, вот тогда можно говорить о том, что изменение жизни человека, изменение в качестве жизни человека возможно. Как это возможно сделать на практике? Реализуется право каждого человека на жизнь в обществе, вне зависимости от типа и серьезности нарушений. В мастерских происходит последовательный комплекс деятельности, который ведет, вот как вы видите, от занятости к трудоустройству, к обучению, до обучения по профессии, от досуга, который организованный в качестве культурно-массовых мероприятий, к новому кругу знакомств, хобби и общению, и от проживания, которое может быть сопровождаемым, проживанию индивидуальному, но обязательно с поддержкой. Какие направления деятельности есть на сегодняшний день в мастерских? Первое направление, с чего начинается, в общем-то, наша работа, вне зависимости от того, вне зависимости от того, что будет дальше, какой эффект будет дальше. То есть первый этап – это обязательно обучение. Обучение происходит у нас в тренировочном отделении, и должен сказать, что у нас залицензировано 14 образовательных, адаптивных программ, которые позволяют людям с инвалидностью повысить доступность профессионального обучения. Первый блок, конечно, общий для всех – это научение трудовым навыкам, дисциплине труда, правилам внутреннего трудового распорядка, обязательно техники безопасности. Это прикладной блок, который занимает до полугода и включает в себя еще и занятия по хозяйственно-бытовой ориентации, для того, чтобы человек мог максимально самостоятельно, максимально автономно жить у себя дома. И второй блок – это обучение по профессии. Обучение происходит в таком интерактивном формате. Почему хорошо, что это происходит именно на территории мастерских, то есть это можно применить практически сразу же в ходе практических занятий. После того, как человек выпустился из отделения тренировочного, он получает свидетельство либо сертификат в зависимости от того, насколько успешно он сдал квалификационный экзамен и переходит после того, как прошел обучение по трудовой какой-то профессии, происходит в производственное отделение. Их на сегодняшний день есть несколько. Это деревообработка, растеневодство, картонаж, швейная, прачечная, хозяйственная и магазин, который занимается выставочной работой и реализацией готовой продукции. Эти направления, они сложились так исторически, и когда мы занимаемся организацией подобного процесса где-то в другом месте, вовсе не обязательно их дублировать в том же виде, в котором они есть сейчас. Обязательно должно учитывать экономику региона, потребности населения и создавать то предложение, на которое действительно есть спрос. На фотографиях, как мы всегда говорим, лучше один раз увидеть, но на фотографиях можно представить, как это выглядит на практике. Здесь, в общем-то, мы видим кусочек теплицы, кусочек цеха деревообработки, картонажа, швейного отделения. Следующее направление деятельности, о котором нужно сказать в нашей с вами встрече, это то, что называется у нас отделением развития и ухода. Это то отделение, которое занимается развитием сохранных физических и психических способностей для лиц с тяжелыми множественными нарушениями. Для чего? Для того, чтобы обеспечить максимально возможную автономность от посторонней помощи, а также для того, чтобы обеспечить какое-то посильное трудовое участие в каком-то из процессов производства. И вот так перескочило. Социальная дневная занятость – это тоже важный компонент системы, о которой мы говорим. Потому что не для всех людей с инвалидностью подходит трудовая занятость, не для всех подходит трудоустройство. Есть ребята, которым нужен уход, и вот этот вот уход можно обеспечить в рамках полустационара, в рамках предоставления социальной услуги в том числе. Если поговорить о общем количестве людей, которые сейчас посещают, то на сегодняшний день это 150 человек у нас в мастерских, из них 47 – это в отделении развития и ухода. При отделении функционирует и группа дневного пребывания, которую посещают ребята с тяжелыми нарушениями, и которым необходима помощь и сопровождение на протяжении всего дня в форме индивидуальных занятий. Параллельно в рамках социо-культурной реабилитации ведется работа по формированию умения организовать свой досуг, так называемая досуговая реабилитация. И это не просто включение в досуговое окружение, но и формирование качеств, которые позволяют использовать различные формы досуга человеку на практике в повседневной жизни. Средства культуры и искусства, мы все об этом знаем, что они способствуют ускорению социальной интеграции. Они способствуют возрастанию трудовой активности. И кроме этого, социо-культурная реабилитация способствует расширению творческого потенциала человека. У нас это организовано таким образом. Основы процесса — это разнопрофильные культурно-досуговые мероприятия для того, чтобы развивать коммуникативные навыки, приобретать опыт работы социального взаимодействия, расширять круг общения. Мы когда говорим о повышении качества жизни, здесь же получается тоже многокомпонентная структура, которая включает в себя и занятость, трудоустройство, и досуговую деятельность. Но основным фактором, который позволяет оценить повышение качества жизни, является уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне для человека с инвалидностью, для его родителей. И вот эти вот компоненты, которые вы видите, обучение по профессии, переходящее в труд, занятость или работу, социальная дневная занятость, которая обеспечивается в отделении развития ухода, и сопровождаемое проживание, это вот четыре таких основных базовых компонента, которые отвечают на вопрос, что будет завтра, дают человеку четкое понимание, как его жизнь будет выстроена в будущем. Вот внизу, да, мы видим, что мастерские открыты в течение пяти дней в неделю. И если человек принят мастерские, то вряд ли когда-нибудь потеряет свое место в них. Вот это когда мы говорим о том, что у человека должно быть понятное будущее, человек должен понимать свои перспективы, что его ждет завтра, что ждет его и его семью, и должен быть уверен в том, что все будет хорошо. Таким образом, в мастерских на сегодняшний день обеспечивается что? Профессиональная подготовка, социально-трудовая занятость, полный спектр социальных услуг, что важно? Структурирование времени в будние дни, последовательная поддержка в течение всей рабочей недели, практически в течение всего периода взрослой жизни. Возможность установления дружеских отношений, возможность принятия участия в кружковой деятельности, культурно-досудовом в предприятиях, а и в то же время для родителей или опекунов. Это возможность выйти на работу, привести в порядок какие-то, может быть, домашние дела. И что я хотел бы, наверное, сказать в завершение, то что все виды деятельности в мастерских, которые происходят здесь каждый день, основаны на принципах гуманизма и уважения человеческого достоинства. А созданные условия позволяют реализовать основные права и свободы личности. Так, я так понимаю, что презентация у нас закончилась, да? Да, презентация у нас закончилась, и я так тезисно обозначил основные, в общем-то, точки опорные, с которыми начинается и которыми продолжается наша работа, потому что процесс реабилитации, да, как мы часто его обозначаем, он все-таки подразумевает какой-то конечный результат. В нашем случае, наверное, уместнее говорить о процессе сопровождения, который происходит на протяжении жизни человека, всей жизни человека. Так, коллеги, у вас есть сейчас уникальная возможность задать свои вопросы. Значит, либо их можно писать в чат, либо подключаться из голоса. Можно тогда задавать вопросы. Есть ли на сегодняшний момент у нас вопросы? Значит, пока коллеги думают, здесь есть вопросы, которые были при регистрации. Значит, я задаю первый вопрос. Если не знаю, наверное, ну, коллеги интересуются, есть ли опыт организации производственных мастерских для детей именно инвалидов? То есть вы работаете со взрослыми, да, уже людьми. А есть ли практика работы именно с детьми инвалидами мастерских? Мы работаем, да, со взрослыми. Мы работаем с ребятами, которым больше 18 лет. Для работы с детьми все-таки, ну, я не знаю, насколько актуален вопрос именно мастерских. Есть, насколько я знаю, да, вот такие вот подобные занятия в рамках трудовой деятельности, в рамках уроков труда. То есть некая подготовка к самостоятельной жизни, да, которая носит прикладной характер. То есть об этом я знаю. Мастерских, которые именно для детей нет. Да, вот Оксана Гузенко спрашивает, можно ли к вам на стажировку попасть? Да, конечно, с удовольствием. Это будет значительно лучше и подробней, и, наверное, понятнее, да, чем в рамках такой короткой нашей встречи сегодняшней. Так, вот еще один вопрос. Помогают ли вам в работе мастерских тьютеры или волонтеры, чтобы сопровождать людей с инвалидностью во время обучения работы в мастерских? Да, здорово, вопрос отличный. Но смотрите, у нас все-таки социальные учреждения, да, тьютеры – это, наверное, больше и системы образования. У нас есть штатный персонал, который, в принципе, справляется с тем, что мы делаем здесь, но когда проходят какие-то массовые мероприятия, тогда обязательно волонтеров мы привлекаем, и это сотрудничество, оно есть, и оно достаточно уже такое планомерное, то есть мы строим даже какие-то планы взаимодействия. Поэтому, да, волонтеров мы привлекаем, тьютеров – нет, достаточно своего штатного персонала. Ну вот еще вопрос по поводу финансирования. Может быть, вы более подробно расскажете, из каких составляющих у вас формируется бюджет, и используете ли вы в своем бюджете компенсации социальных услуг вот эту опцию? Да, у нас еще и в чате я смотрю вопрос, но сейчас мы к нему перейдем тоже. Да, финансирование складывается достаточно понятным способом, на самом деле, с учетом того, что из проекта мы превратились в государственное учреждение, у нас есть субсидия на выполнение государственного задания. То есть это та самая компенсация социальных услуг, которые оказываются в учреждении. Это основная часть, и, на мой взгляд, это важно и значимо, потому что все-таки это роль государства, да, заниматься такой работой. Наверное, это процентов 80 от бюджета. Другая часть – это вне бюджета, это то, что удается заработать в ходе какой-то производственной или там производства товаров или услуг. Бюджетные и внебюджетные источники – это две составляющие. А субсидия на выполнение государственного задания за социальные услуги, вот она и идет. Да, вот вопрос из чата. Сколько человек у вас в штате? Человек в штате у нас 52 на сегодняшний день, но здесь надо понимать, что это общее штатное расписание, и в каждом структурном подразделении есть свой так называемый ключ, да, который регламентирует, сколько человек должно быть в том или ином отделении. Ну, для примера, да, совершенно так упрощенно, да, в отделении, допустим, которое занимается прачечным, да, деятельностью прачечного, там один штатный инструктор и шесть-семь человек с инвалидностью, которые вот с сопровождением этого человека работают. Если мы говорим о какой-то деятельности педагогической или о работе по уходу, то там уже совершенно другие соотношения, там это может быть и один к пяти, и один к трем, и один к одному даже, да, если это нужно индивидуальное сопровождение. Поэтому мы исходим из вот таких потребностей, да, а в штате 50 человек. Да, вот еще один вопрос из чата. Это как организовано сопровождаемое проживание? Это учебно-тренировочная квартира с курсовой подготовкой или постоянная? Какова площадь этих помещений и количество единовременно проживающих? Это будет сегодня мой любимый вопрос. Да, спасибо. Сопровождаемое проживание у нас организовано таким образом. У нас не квартира, у нас дом. Отдельно стоящий двухэтажный дом в городе. Проживает там на сегодняшний день семь человек, а площадь его что-то в районе двухсот квадратных метров. Но сопровождаемое проживание – это такая в нашем случае история, которую я переношу так достаточно лично. Я расскажу, почему, да. Потому что в этом доме с сопровождением проживают девушки, которые раньше жили в психоневрологическом интернате. И у нас был пилотный проект, который назывался «Я и мой выбор». И вот благодаря этому пилоту нам удалось сначала 8 человек, да, было участниц, из интерната забрать в социум, и они прекрасно справляются, прекрасно живут, ну, естественно, в условиях сопровождения, да. А одна девочка получила квартиру и живет самостоятельно. Там достаточно низкая интенсивность сопровождения, но она тоже сохраняется. Так что мы работаем принципиально по принципу, знаете, таких малых групп. То есть это должны быть все-таки небольшие сообщества, не более, наверное, 4-х человек. Ну, у нас так и распределено, да. Один этаж, 4 отдельные комнаты. Это тоже можно будет посмотреть, если кто-то соберется на стажировку, как это вживую организовано. Но, да, понятно, вот учебно-тренировочная квартира с курсовой подготовкой – это предшествующий постоянному проживанию этап. И этот этап у нас тоже есть. Ну, это другое уже. Да, вот еще спрашивают по поводу, откуда есть заказы. Кто является заказчиком, например, в прачечной у вас? Откуда заказы поступают? Заказы поступают абсолютно разные. Это могут быть и организации, это могут быть и частные лица. Как в любом производстве, как в любой сфере оказания услуг, это могут быть совершенно разные заказчики. Вот, чтобы получить заказ, да, надо его где-то получить, да, каким-то образом. То есть и рекламная деятельность, и какие-то договорные отношения, они все есть. То есть само ничего не появляется в плане заказов, да. Но здесь все-таки надо их постоянно искать. Ну, вот тогда вопрос в продолжение от меня уже тогда. Ну, поскольку, значит, у вас это сотрудники, вернее, не сотрудники, а, значит, люди, которые работают с инвалидностью, и вы набираете заказы, все-таки это есть сроки, да, регламенты и так далее. То есть, ну, если, например, человек с инвалидностью заболел по тем или иным причинам, да, или, не знаю, там настроения нет или еще что-то, как вы в этой ситуации выходите из положения? То есть, с одной стороны, надо учитывать его физические особенности, да, а с другой стороны, вы должны выполнять план, взятые на себя обязательства. Да, важный вопрос. Важный вопрос. Почему? Потому что он нас вообще адресует как раз-таки к формированию общественного мнения, да. То есть, в конечном счете, если мы не выполним обязательства, да, у человека может быть такая вот идея, что, ну, вот и ничего не могут, да, эти люди, которые там как-то себя позиционируют. То есть, это, на самом деле, ситуация недопустимая. И ситуация качества выполнения работы и сроков – это принципиальная позиция. Поэтому мы, во-первых, стараемся взять те заказы, которые гарантированно можем выполнить. А во-вторых, есть еще такая штука, как взаимопомощь, да. У нас бывает отделение, одни приходят на помощь другим, когда кто-то не справляется. Допустим, у нас был заказ на производство нескольких тысяч ангелов, которые мы посылали на службу в Кёйнский собор. В качестве символа утешения, да, тогда это было порядка трех тысяч штук. И у нас все отделения собрались в деревообработке и работали над одним заказом. Вот в таком посильном формате. Поэтому мы стараемся сроки соблюдать обязательно. Понятно, спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Потому что предварительные вопросы у меня исчерпаны. Больше нет вопросов, которые поступили до нашей встречи. Все понятно. Ну, наверное. Но вот коллеги хотят уже вживую приехать и получить у вас консультации, и приехать на стажировку. Это очень приятно, поскольку вы являетесь методическим центром всероссийским. Поэтому я думаю, что... Так, а вот еще что-то... Важно ли обществу знать об особенных людях и их жизни? Тоже хороший вопрос. Ну, смотря что знать, наверное, да? Ну, вообще, конечно... Вообще, что они есть, наверное, для начала, да? Есть люди с особенностями. Вообще, конечно, важно. Почему? Потому что вот когда мы говорим об инклюзии, да? Вот мы здесь вскоре понимаем ее не просто как возможность там сидеть в одном классе, да? Или возможность работать на одном предприятии. Мы говорим об инклюзии как возможность жить в обществе все вместе, да? Вне зависимости от каких-то, ну, не знаю, факторов там, ограничений. Ну, то есть это надо знать обязательно, конечно. Конечно, надо знать для того, чтобы формировалось общественное мнение о людях с инвалидностью. Как о таких же людях, которые точно так же хотят и жить, и работать, и влюбляться, и встречаться, и жить нормальной жизнью в обществе. Что делается? Да, что делается, да. Вопрос, да. Ну, смотрите, вопрос тоже важный. Вопрос очень серьезный на самом деле, да? Информирование общества и лояльного отношения. Ну, вот если я вам скажу, что надо относиться лояльно, да? Наверное, это будет недостаточно. Конечно, и поэтому то, что делается здесь у нас каждый день в рамках мастерских, да, и производство товара, и производство каких-то, не знаю, услуг, это все вот для этого и служит. Для формирования лояльного отношения, для формирования понимания того, что люди с инвалидностью имеют такие же права и точно так же, как все остальные, способны как-то к производственному труду. То есть, ну, такие же люди, как и все остальные. И поэтому вот этот пример, да, для информирования общества мы используем пример именно трудовой занятости, продукта трудовой деятельности, участие в выставках, участие в конференциях. То есть, важно показать, да, не просто рассказать, но и показать. Ну, и важный момент, наверное, чтобы люди покупали товары, произведенные людьми с инвалидностью, не из жалости, да, потому что они инвалиды, а потому что они качественные и хорошие. Да, 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 в первую очередь поэтому. И потому что это нужно человеку. Да, вот тоже еще вопрос. Субсидия, которую вы получаете, идет не в рамках 442-го ФЗ. В рамках? В рамках. В рамках 442-го ФЗ, да. Так, коллеги, есть еще вопросы у нас? Ну, если вопросов уже нет, тогда я... Сейчас, минуточку, я хотела бы сказать, что в чате я разместила ссылку на форму обратной связи, и я попрошу участников буквально вот 2 минуты посвятить и написать ваше мнение о проведенном вебинаре. Вот, ну, также вы получите эту ссылку по почте завтра вместе с записью нашего вебинара. И еще вот такой момент я хотела бы добавить. Семен уже сказал, что данный вебинар проводится в рамках международной конференции «Устойчивое развитие, люди, поддержка, сотрудничество». И вот эта конференция, она состоит из серии вебинаров, которые проводятся в сентябре, а также в октябре этого года. Полная информация о вебинарах на нашем сайте. Сейчас я его напишу тоже в чате, потому что вдруг кто-то не знает. Так, www.ngogaran.ru, Архангельский центр социальных технологий «ГАРАН». Вверху в разделе «События» есть информация о следующих вебинарах. Следующий вебинар будет 2 октября, на него необходимо зарегистрироваться. Там рассказ пойдет об объединении общественных организаций «Гатчины», чтобы помогать людям старшего возраста и людям с инвалидностью. Они будут рассказывать об их интересных проектах и услугах. Так что, пожалуйста, добро пожаловать на вебинар. Вот, таким образом. Да, Таня, тут вопрос. Можно ли посмотреть записи предыдущих встреч, где это можно сделать? Ну, вообще мы хотим сделать такой раздел с записью всех предыдущих встреч, но пока мы еще это не сделали. В принципе, вы можете посмотреть в нашей новостной ленте, какие мероприятия проводились, и у вас будет интерес к какому-то из вебинаров, то я просто вам ссылочку пришлю пока по электронной почте. Я напишу сейчас свой адрес на всякий случай. Так, меня зовут Буриева Татьяна. Буриева, njo-garant.ru, мой электронный адрес. Я являюсь заместителем директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Пожалуйста, если какие-то вопросы будут, то можете мне писать напрямую. Ну да, конечно, наверное, все записи, которые будут сделаны, они будут выложены на едином ресурсе, это безусловно. Пока это вот в таком ручном режиме можно сделать по записи и по интересу, да, потому что, ну, как бы есть там российский опыт, который мы представляем, есть норвежско-датско-финский опыт, который мы тоже представляем. Поэтому кому что в этом отношении интересно, тот может познакомиться с теми сюжетами, которые были. Да, коллеги, да, вы, пожалуйста, вот на форуму обратной связи прямо сейчас кликните, чтобы она не ушла, когда мы закончим свою трансляцию, да, либо завтра заполните, значит, форуму обратной связи, потому что это важно нам, как организаторам, понять, насколько было это важно и нужно вам. Вот. Значит, ну тогда, я думаю, что мы все формальности уже соблюли, как организатор, да, значит, попросили всех заполнить все формы. И тогда осталось поблагодарить Вячеслава за интересный рассказ и за презентацию, и за ответы на вопросы. И я думаю, что тогда мы уже можем заканчивать наше мероприятие. Большое всем спасибо за участие и до следующих встреч. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, очень интересно было. Спасибо, Вячеслав. Всего доброго. Рад, что интересно. Мне всегда, да, приятно, когда наша работа вызывает такой живой отклик и живой интерес, потому что я считаю, что это очень важная тема. Да, и в чате, смотрите, пишут коллеги, спасибо огромное, благодарим, спасибо, спасибо. Спасибо вам за внимание, да, приезжайте. Вот как только закончится вся эта история с пандемией, мы ждем вас, да, в принципе, все контакты наши есть. Я думаю, что и у организаторов можно взять, да и просто в интернете найти. Ради бога, приезжайте. Да, за последнее время Псков похорошил, поэтому приезжайте, Псков. Обязательно. Обязательно, спасибо. Спасибо, до свидания. Хоть малыми, хоть поодиночке, как удалось.